Качественно и полезно. Глава региона Юрий Бездудный посетил городскую школу номер пять и проверил, как питаются школьники с первого по четвертой классы. На сегодняшний день горячее питание получает две с половиной тысячи учащихся младшего звена окружных образовательных учреждений вне зависимости от дохода. Александра Литкова продолжит тему. Гуляш из оленины, гречи и салаты свежих огурцов. Таким обедом сегодня кормят учащихся пятой городской школы. Накрывают непосредственно перед звонком, чтобы обед был действительно горячим. У нас и мясное, и рыбное, и овощи, и фрукты. На консервации мы стараемся не работать. Даем только свежие овощи. Фрукты у нас через день или каждый день у нас хотят. Молочка дается тоже так же. Или-или. Или фрукты, или молочка. Выпечка у нас идет раз в 10 дней, потому что как по меню. Питание в школьных столовых организовано в несколько смен. Количество посадочных мест рассчитано на 230 человек. Сейчас мы немножко изменили систему прихода детей в столовую, поскольку в связи с пандемией ступенчатый приход детей в школу, и на каждой племени питаются только пять классов. Чтобы была возможность рассадить их через стол. Сейчас в 10 часов будут питаться начальные классы. Два первых, второй, третий, четвертый. Горячие питания с 1 сентября текущего года 2,5 тысячи младшеклассников получают бесплатно согласно указу президента. Глава региона Юрий Бездудный лично убедился в выполнении всех необходимых требований для обеспечения школьников качественным горячим питанием. Поручение президента выполняется не только в этой школе, а во всех школах нашего округа. И выполняется с 1 сентября 2020 года. Сегодня мы проверили питание в пятой школе, посмотрели, что питание качественное, горячее, поинтересовались у ребят, нравится им или не нравится. И если вы помните, то все сказали супер. Питание супер, горячее, вкусное. И хотелось бы подчеркнуть, что продукты для приготовления используются местные. Сегодня, допустим, мы видели, что из эленины было приготовлено горячее. Гречка с элениной. Школьники среднего и старшего звена питаются в рамках софинансирования. Часть обеда оплачивают родители, часть финансируется из окружного бюджета. В городских школах стоимость горячего обеда составляет 109 рублей, на селе – 120. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!